то что не может быть проще останется эти день и ночь со мной и ты постигнешь источник всех поэм закончив перечислять огромное число аспектов своего духовного пути она смотрела на меня в ожидании ответа с надеждой на одобрение возможно даже на похвалу мне не очень-то нравится разбивать надежды красивых молодых девушек но такая уж моя работа я просветлен и так причина всего того чем ты занимаешься я загибал пальцы медитации молитвы песнопения йога вегетарианство посещение даршанов сатсангов с просветленными существами пожертвования в гринпис международную амнистию свободный тибет чтение классической духовной литературы очищение тела воздержание от секса и так далее причина всего этого в чем она молча уставилась на меня словно ответ был слишком очевиден чтобы его излагать но нихуя его необходимо было изложить я бы хотел чтобы он был здесь перед нами где мы могли бы изучить его поиграть с ним нашими остроумными мозгами но знаете начала она и все еще не веря что я действительно хочу чтобы она отвечала что-то очевидное духовный рост наверно я вы знаете хотела стать лучше научиться глубоко любить и повысить свою вот эту вибрационную ну вы знаете нихуя я настаивал на каждом слове свою вибрационную что чистоту я бы знаете хотела повысить свой уровень сознания чтобы лучше контактировать с моим внутренним я моим высшим я я бы хотела открыться божественной энергии которые знаете везде окей зачем а зачем 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 что блять не тупи зачем все это зачем ты хочешь повысить свои уровни контактировать открыться и прочее но вы знаете духовное просветление а это и есть причина ты хочешь стать просветленный она смотрела на меня как будто это был вопрос с подвохом но нет это главный вопрос что ты делаешь зачем ты это делаешь куда это направлю если ты знаешь тебя ждет успех а если нет то нет и это не просто красивые слова это закон да наверно так и так ты занимаешься всем этим потому что хочешь достичь духовного просветления я правильно выразился да наверно хорошо давай немного поговорим об этом и посмотрим сможем ли мы что-нибудь прояснить вот как ты думаешь что такое духовное просветление она снова смотрела на меня большими глазами но теперь в них прокралась тень замешательства минуту назад это казалось таким очевидным что не требовал объяснений теперь же стало несколько туманным ну это как бог божественный разум единство знаете единое сознание вот так всегда с молодыми студентами они исполняют роль студентов я исполняю роль учителя и никогда не знаю наверняка зачем они пришли и когда уйдут в этом процессе равная доля успеха и неудач я говорю они слушают они спрашивают я отвечаю я высказываюсь они узнают они блять что-то делают то как воспринимаются мои слова и что с ними происходит после того как они покидают мои уста находится вне моего контроля я говорю вот все слова текут словно песня это утешает меня это мое дело кивать головой сохранять выражение лица изображающие интерес и восприимчивость это ее дело я направляю свое внимание на слова и на то как они выражают скрытые за ними мысли было бы приятно думать что мои слова щелкают в ее уме как костяшки на счетах но я знаю что это не так и не волнуюсь по этому поводу действуй но не беспокойся о плодах своих действий сказал кришна раджу не это очень просто сказал ей просветление это реализация истины истина не просто просто она то что не может быть проще то что нельзя далее упростить по выражению ее лица я понял что это нас никуда не привело моя вина между нами на стаде лежало издание гитл я открыл его на удачу найти к нашему предмету удачный отрывок это всегда срабатывает мое существо прониклось благодарностью когда я читал слова кришны я время неотвратимый убийца пришел чтобы свершить предназначенный этим людям воины враждебных армии выстроившиеся в боевом порядке друг против друга уже мертвы независимо от того подошли ты сигнал или удержишь свою руку я замок смысл слой за слоем проникал в меня и благодарность вызвала легкое волнение в груди прекрасно подумал я прекрасно 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 сидящая передо мной девушка кивнула как-то по-своему поняв эти слова она знала что эти слова кришна говорил арджуне могучему воину который сложил свое оружие не желая подавать сигнал к началу войны которая без сомнения сожжет дотла землю и всю его семью она знала что кришна открыла джуне истину о том как разворачивается мир и она знала что в конце этого разговора в бхагавадгите иллюзия арджуны рассеется и он подаст сигнал к началу войны но вероятно дальше ее знание не заходило сомневаюсь что она дождествляла себя с арджуной застывшим замешательстве в начале гиты сомневаюсь что она приравнивает просветление с прямым переживанием реальности в ее бесконечности сомневаюсь что она осознает что в ее жизни грядет война и что она в двух шагах от подачи сигнала который подслужит искрой для пожара который превратит ее мир в прах я смотрел на эту девушку и знал что она понятия не имеет куда на самом деле ведет этот путь я улыбнулся сознание единства это здорово сказал я и похоже на почувствовал облегчение мистическое единство быть единым со вселенной прямой опыт бесконечности блаженство экстаз райский вкус вне времени вне пространства вне любой возможности описать покой превосходящий всякое понимание ухты сказала она под впечатлением зовут ее сара она молода 20 с небольшим и я только что нажал на все ее духовные кнопки если бы я был гуру это было бы моим основным занятием я вздрогнул такой мысли да согласилась она именно так но это не просветление ох просветление это не когда ты идешь куда-то это когда-то приходит сюда это не какое-то место которое ты посетила и потом с тоской вспоминаешь и хочешь туда вернуться это не визит к истине это пробуждение истины в себе это не мимолетное состояние сознания это перманентная реализация истины пребывание в недуальном сознании это не то куда ты должна пойти ты пришла сюда оттуда вот например то я сейчас просветленный прямо здесь прямо сейчас я свободен от иллюзии и отпут эго и хотя имел великое счастье несколько раз испытывать мистическое единство в настоящий момент я не нахожусь в этом состоянии я как бы не собираюсь вернуться туда никто не находится в состоянии постоянного блаженства сара это просто не входит в пакет услуг ухом только смогла промолвить она все что я пытаюсь сделать сара это привести в порядок твои мысли ты двигаешься как и все остальные в одном направлении но просветление находится в другой стороне тебе сейчас необходимо четко определить для себя чего ты на самом деле хочешь хочешь ли ты посвятить всю свою жизнь преследованию достижения мистического состояния сознания или ты хочешь проводиться к истине своего бытия несколько мгновений она раздумывала над этим а потом поразило меня своим ответом мне кажется важнее сначала выяснить что истина иначе какой во всем этом смысл сперва самое главное так то есть когда я смогу выяснить что истина тогда также смогу попытаться достичь состоянии единства вера браво засмеялся и оценивающих хороший да сначала выясни что истина а потом можешь делать все что вздумается несмотря на хороший ответ в действительности сара не приняла реального решения как она думала человек не может выбрать между по реализации истины и мистическим единством как выбирает между супом и салатом фактически человек вообще не выбирает просветление он скорее является его жертвой как если бы его сбил автобус арджуна не просыпался в то утро с надеждой видеть вселенскую форму кришны у него просто был обычный тяжелый день в офисе когда вселенная свалилась на него короче пора передать мяч саре и так ты занимаешься всеми этими вещами потому что ты хочешь идти в определенном направлении так она кивнула ты хочешь духовного развития быть ближе к богу попасть в рай стать просветленной где-то рядом с этими основными направлениями она снова кивнула хотя выглядела несколько смущен и короче говоря ты двигаешься прогрессируешь так ты направляешься от одной точки к другой снова кивок да ведь можно сказать что практически каждый занимается тем же самым в том или ином смысле двигается к чему-то и от чего-то опять настороженный кивок будто я пытался к чему-то склонить что я собственно и делал я хочу сара чтобы ты мне сейчас сказала чутко и определенно от чего ты двигаешься и к чему ладно не спеши торопиться не надо отнесись к этому как определению своей персональной миссии используя эти два элемента по направлению к чему ты двигаешься и от чего окей на ее лице застыло выражение паники от подобной идеи и и и подборил ее не волнуйся так милая все что мы делаем это просто пытаемся получше рассмотреть то куда ты идешь и откуда это не астрофизика просто набросай план своего путешествия в наиболее сжатом виде это же не так сложно правда но наверное нет это не соревнование это просто жизнь нет финишной ленты нет выигравших и проигравших подумай над этим хорошенько и приходи ко мне через несколько дней с тем что у тебя получится сара действует из той же неверной концепции что и все остальные она верит что так или иначе что то неправильно и она может это исправить у всех различные понятия о том что такое то что то что с ним неправильно и как это исправить но в своей основе все это одно и то же истина однако в том что на самом деле все правильно все всегда правильно и ничто не может быть неправильно правильно даже то что кто-то верит что неправильно неправильно неправильность просто невозможно когда истина ясна все что есть правильно неправильность во взгляде наблюдателя и нигде более восприятие неправильности однако имеет решающее значение в продолжении непрекращающейся человеческой драмы вместе с иллюзией отделенности и убежденности в свободе воли драма требует конфликта нет конфликта нет драмы если все в порядке тогда ничего исправлять что может означать что ничего не нужно делать не нужно покорять высоты измерять глубин не нужно достигать ни власти ни благополучия не нужно зачинать будущие поколения не нужно не создавать произведение искусства не возводить небоскребы не нужно придумывать не религии не философии и зубы не нужно чистить вера в то что что-то не в порядке это шило в заднице человечества так я объяснил это саре ну конечно неправильность не совсем нами выдумано какое-то количество правильности неправильности встроено в человеческий аппарат голод неправильно еда правильно воздержание неправильно сеять семя правильно боль неправильно удовольствие правильно и так далее но все это лишь биологические указатели имеющую силу только в контексте физического организма нарушение которых приводит к прогрессирующему чувство дискомфорта и возможной смерти где же может обитать неправильность за пределами физического организма не знаешь очевидный ответ нигде но если смысл всего этого существования в элементе дракоматизма чтобы сохранить интерес то нужен конфликт поэтому в коктейль нужно добавить искусственной неправильности страх страх пустоты страх темной дыры внутри страх небытия страх не я страх не я это отец всех страхов на нем все они основаны любой страх был бы маленьким и хорошеньким если бы в его сердце не было страха не я любой страх в конечном счете это страх не я и что такое просветление спросил я сару как не ныряние белого лебедя в бездну не я она не ответила страх не имеет значения какое обличие он принимает является тем орудием который движет человеком как индивидуумом и человечеством как видом проще говоря люди существа страха может возникнуть соблазн сказать что в нас присутствуют две равные части рациональная и эмоциональная балансирующая между правым левым полушариям мозга но это не так мы прежде всего эмоциональные существа и наши правящие эмоции является страх смешно да спросил я сару несколько ошеломленную всем этим когда я прошу студентов определить откуда они направляются и куда я делал это не потому что мне нужны эти подробности и даже не для того чтобы студенты прояснили для себя на самом деле я просто хочу чтобы они пересмотрели направление своего движения потому что если судьба или проведение поставили их передо мной слушать что я говорю значит близится резкая смена курса а это начинается с проверки направления движения сара выслушал облегченную версию монолога о страхе и неправильности отчасти себе на пользу а части мне я не знаю сколько из этого она действительно поняла но ей не повредит послушать так я учусь что говорить и как говорить и я не получил полный пакет знаний вместе с просветлением так что если я хочу что-то понять чтобы учить этому я должен многое прояснять для себя сам должна ли я продолжать медитировать спросила она в отчаянии цепляясь за что-то известное о да сказал я и похоже она почувствовала облегчение что касается просветления это не имеет особого значения будет ли она медитировать или нет будет ли есть мясо или нет будет ли набирать очки или терять их однако я осознаю что она уже достаточно выбита из привычного состояния за один разговор целью сегодняшнего урока был открытий новый взгляд на значение просветления если я начну разбивать ее ложные концепции слишком быстро она скоро сбежит обратно в свой индуистско-христианско-буддистско-неветшебский мир из которого она вышла для того чтобы найти свой путь здесь мы сидели на переднем крыльце моего дома посреди бескрайних полей в самом центре Америки сердце вообще-то это раньше был мой дом теперь это скорее американский сельский проект ашрама который принадлежит каждому кто принимает в нем участие были времена когда я сам убирал и ремонтировал его делал все домашние дела но теперь я здесь как принц во дворце я никогда не собирался становиться принцем это просто случилось пока я отвернулся уже много лет я не поднимал молотка и не выбрасывал мусора сара не единственный человек такого рода ищущий свой путь здесь она пришла не чистым листом поэтому первым делом следует помочь ей избавиться от всего от взглядов морали от самых сокровенных и глубоко запрятанных верований короче и от эго структуры от ложного я никто не приходит на порог этого дома пустой чашкой в ожидании чтобы ее наполнили знанием и поскольку знания которые представлены здесь почти наверняка будет острым противоречием с тем знанием с которым они пришли сначала всегда приходится готовить к большой переписи в доме всегда живет 15 или 20 студентов они останавливаются ненадолго говорят со мной ухаживают за чем-нибудь они приходят и уходят еще сотня или около того дневных студентов в противоположность постоянно проживающим они живут здесь они просто приходят когда могут или когда захочется они могут прийти и уйти я даже не узнаю об этом они появляются ухаживают за садом готовят еду участвуют строительстве пристроек болтают друг с другом рисуют оставляют подарки едят словом делают все что угодно вот так здесь все происходит это просто поток и каждый чувствует себя в нем вполне комфортно был погожий весенний денек вылезался вечер солнце клонилось к закату дневная жара спала нежный ветерок гладил волнистую траву время посидеть в удовольствии я молчал наслаждаясь благостным совершенством момента и был удивлен что сара была в таком же состоянии по крайней мере не портила его полтовнёй наконец время поглотила настоящий момент и я наблюдал как он уходит с благодарностью какой-то парень высунулся и сказал что для тех кто желает готовая еда я чувствовал ее запах кто-то вынес мне под нос стрелка риса дал гарам масала и набор палочек как только аромат еды достиг моего носа я понял что готовила сонная и что я голоден я ел наблюдал как закат рисует больше оттенков розового чем можно было себе представить постепенно розовый становился красным и золотистым облака отражали каждый нюанс раскрашивание барайским великолепием я был бы не прочь умереть сейчас подумал я на закате дня но потом вспомнил я еще должен написать книгу